Меня зовут Максим Едлин, я пекарь-технолог, автор уникальной выпечки хлеба на закваске. Занимаюсь хлебом уже достаточно давно, закончил карьеру инженером. Сейчас я занимаюсь хлебом, потому что в один прекрасный момент, как в семье любого мужчины происходит, можно назвать чудом, у меня появилась первая дочь. В этот момент я задумался о том, что сейчас в России не осталось того главного продукта, номер один, за которым можно было прийти спокойно в магазин, купить его. Поэтому я пришел к выводу, что надо что-то менять. Ответы пришли не сразу, разный опыт получился, но благодаря математическому вузу, умению собирать статистику, дела пошли в горы достаточно быстро. После этого пришло понимание, что неплохо вывести это на уровень так, чтобы этот продукт был доступен не только мне и моей семье, а также моим ближайшим знакомым и соседям, но так, чтобы это мог себе позволить каждый человек в доме. Мы находимся в Москве, в нашей пекарне. Хлебная мелодия. Здесь мы выпекаем разный хлеб. Мы производим более 40 видов ржаного хлеба, более 30 видов пшеничного хлеба. Хлебобулочные изделия, такие кондитерские, как пироги, ватрушки, булочки в ассортименте в достаточно большом, широком. Разные кондитерские изделия, такие как кексы, ромбабы, классические по советским рецептам, но с доработкой, чтобы это было на натуральных заквасках, то, что пекли наши бабушки, дедушки, то, что в нашей традиции хлеб рождается в муках. На самом деле, любой рецепт, прежде чем довести его до совершенства, он проходит достаточно сложный путь. От подбора ингредиентов до конечного результата подбора температурных процессов выпечки непосредственно самого хлеба уже изделия. У нас вообще у ремесленных пекарей существует три главных правила. Первое правило – будь уверен всегда в том, что ты делаешь, потому что это настроение будет передаваться тем людям, которым ты испек этот хлеб. Поэтому ты обязательно должен быть жизнерадостный человек, целеустремленный и идущий к цели. Второе правило – лучший враг хорошего. Часто в нашем деле, когда мы стараемся, мы можем перестараться. Третье, как бы оно парадоксально ни звучало, нужно не бояться экспериментов и постоянно экспериментировать. Русский хлеб – это культура, это традиции многовековые, это неповторимый вкус. Это то, без чего не обходился ни один праздник, ни одна трапеза. И, откровенно говоря, это самый главный продукт на столе.